Я рад всех приветствовать на своем канале у Белова дома и сегодня у нас на обзоре аудио-видео ресивер Yamaha RX-V563 Black. Японская компания Yamaha лидер в производстве широкого спектра продукции, в том числе и бытовой профессиональной звуковой аппаратуры. 500 серия ресиверов Yamaha находится в среднем ценовом сегменте. Серия очень популярна за счет удачного соотношения функциональности, качества изготовления, высокого качества звучания и конечно же цены. В комплект поставки кроме непосредственно самого ресивера, аудио-видео ресивера Yamaha модель RX-V563, в данном случае черный цвет, имеется еще и серебристый, входит программируемый пульт для широкого спектра внешней аппаратуры, рамочная такая рамковая антенна для встроенного AM-тюнера, фирменный оптимизирующий микрофон для системы IPAO. И вот такое руководство по эксплуатации, очень толстое, на английском, русском языке, мини-энциклопедия со всеми настройками, правилами пользования, ну какими-то неисправностями, которые можно устранить, собственно, техническими характеристиками и кодами для пульта дистанционного управления. Ресивер устанавливается на таких вот широких круглых ножках диаметром 5 сантиметров и наклеена на них прорезиненными такими уплотнителями для устойчивости. Корпус аппарата выполнен из листового металла, сверху имеются вентиляционные отверстия. Передняя панель в данной серии пластиковая. В центре немного утоплен большой люминесцентный, очень информативный индикатор, но для традиционно для Ямахи оранжевого свечения. И кроме того, через специальный RSA-разъем-монитор можно дублировать показания индикатора на внешнем мониторе. Под индикатором находятся узкие прямоугольные клавиши управления встроенным цифровым AM-FM тюнером. Ряд клавиш. И четыре круглые кнопки выбора и коммутации внешних источников звука, поддерживающие специально настроенные под них звуковые поля. Под наименованием в данном случае сцену. Непосредственно в зоне индикатора находится разъем под мини-джект 3,5 мм для подключения оптимизирующего микрофона фирменной системы YPAO, позволяющей автоматически высокоточно настраивать параметры звучания под конкретные акустические свойства помещения и используемые акустические системы. В нижней части центральной области находятся кнопки для управления, электронной регулировки основных параметров усилителей. Это тембр, программа звукового поля, источники сигнала, слева на передней панели находится разъем для головных телефонов 6,2 мм и кнопка включения в сеть, точнее вывода из дежурного режима, стендбай. Переключение, кнопочка переключения акустических систем, подключенных к контактам А или Б, а также их выключения. Справа находится большая ручка электронной регулировки громкости и ниже под ней находятся разъемы RCA для подключения внешних источников, аналоговых внешних источников сигнала, например игровой приставки и USB 2.0 для подключения флеш-накопителя форматов FAT-16 и FAT-32 и для воспроизведения с флешки музыкальных файлов в формате mp3 и WMA. Жесткие диски в данном аппарате не поддерживаются. Имеющийся в центре кнопка Direct отключает все цепи усилителей, используемые для коррекции сигнала, и таким образом сигнал на выходе поступает в неизменном виде. Данный ресивер поддерживает усиление двух каналов второй зоны, плюс дистанционное управление через другие компоненты Yamaha. Хочется отметить, что популярная нынче во всей бытовой технике встроенная сетевая карточка для подключения к ZRNET в этом аппарате еще не используется. На задней панели ресивера Yamaha RX-V563 имеется широкий спектр разъемов различных модификаций для внешних подключений. Вверху слева имеются расположены два входных разъема и один выходной HDMI версии 1.2a. Имеется один коаксиальный и два оптических входа и один оптический выход. В центре расположены разъемы для подключения AM-антенны и FM-антенны. Имеется терминал ДОК-станции для подключения iPod или Bluetooth-адаптера, приобретаемых отдельно. Здесь размещены терминалы для подключения колонок как по системе 7.1, так и 5.1, 2.0 и прочее. Также вот эта пара контактов позволяет подключать фронтальные акустические системы, если они поддерживают данное подключение, по системе Beamping. Здесь расположены разъемы для внешнего подключения дистанционного управления. Имеется вывод в питание 12 Вольт, максимальным током потребления 15 мА. Здесь, как я уже сказал, имеются выводы для подключения видеосигнала различных магнитетификаций RCA или S-Video. Это блок для подключения источников аудиосигнала. Здесь внизу расположены RCA-терминалы для подключения акустических систем, сабвуфера второй зоны. Ну и по системе 5.1. Справа расположены две сетевые розетки, зависимые, то есть они не отключаются кнопочкой Standby на передней панели. О технических характеристиках встроенных усилителей. Средняя квадратичная мощность 90 Вт на канал, максимальная мощность 115 Вт. В данном случае воспроизводится MP3 файл из флеш-накопителя. При подключении USB-накопителя мы также можем на внешнем мониторе наблюдать папочки размещения файлов, названия файлов. Также выбирать непосредственно файл для воспроизведения и уровни громкости. Прошу оценить мощность. Тюнер поддерживает систему радиоданных. Сейчас попробуем найти канал какой-нибудь. В данном случае отображается частота вещания. В конце видеоролика отмечу, что данный ресивер отлично справляется в качестве музыкального усилителя и в системе домашнего кинотеатра. Отличие заключается в используемых акустических системах. Для чисто кинотеатрального звучания я рекомендую использовать колонки с более ровной амплитудо-частотной характеристикой, а меломаном колонки с четко выраженными верхними низкими частотами. Спасибо за внимание.